МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регулярно проветривайте помещение, чаще мойте руки с мылом или используйте для протирания рук антибактериальные средства. Если вы и ваш ребёнок заболели, не занимайтесь самолечением. Обязательно обращайтесь к врачу. Первоначально, когда ребёнок соприкасается с инфекцией, у родителей есть 8 часов для того, чтобы эту инфекцию убрать из полости носа. И если со слизистой полости носа вы убираете любой микроб, который пролетел, он не попадает дальше в организм, микроб не размножается. И вот эти 8 часов являются либо мы заболеваем, либо организм убирает его извне. Витамины группы В6, В12, аскорбинка. То есть вот такие комплексные витаминки будут защищать. Вообще кисломолочные растительные продукты. В кислотности любой организм не гибнет. Поэтому если желудок хорошо воспринимает кисломолочные продукты, то это тоже будет хорошим фактором, противодействующим развитию инфекции. Промывайте полость носа, и инфекция не будет проникать дальше в организм, и это будет уже как бы... входные ворота будут обезопасены. То есть они будут... предотвращение попадания вируса в организм. Либо это делаете утром, либо это делаете вечером.